Самая первая основная задача, которая сегодня стоит у нас с вами на встрече, я хочу поделиться своим личным опытом, как у меня получается делать так, что даже умственно отсталые мальчики умеют заключать договора. Как у меня получается делать так, что кто бы не начинал в моем коучинге работать, в среднем 5 сделок в месяц у него выходит. Мне нет возможности поместить в мою презентацию отзывы тех, кто обучился. Но очень хочется, потому что реальная картина происходит в том осознавании, что разница колоссальна. Вот за счет чего, казалось бы, простыми инструментами получается колоссальная разница, мы сегодня с вами и поговорим. В начале своего выступления хочу сказать, что есть у меня мой личный онлайн коучинг, вы видите название компании и группы Агентера, можете зайти посмотреть, очень много информации там по этому коучингу, я приглашаю вас по большому счету принять участие. Есть две версии, бесплатная и платная версия тех знаний, которые я даю на коучинге. Название нашего сегодня, я сейчас сюда буду смотреть, привыкну к такому взаимодействию. Название у нас в коучинге технологии билетовского бизнеса, тактика ведения с нуля до результата. Акценты выступления, которые вы сейчас видите на экране, я постараюсь отразить полностью. Когда я делаю эту презентацию, я делаю с акцентами, чтобы были закрыты вот эти именно все вопросы, которые вы за моей спиной видите. Не буду на них останавливаться, достаточно информации более интересной есть, вы скорее всего ее уже прочитали. Самое основное могу сказать, что несколько тем объединил, для того чтобы был результат. И начнем мы с самого простого, с моего опыта вхождения в коучинг. Я пришла в этот бизнес на теории растущего рынка. Помните, что такое растущий рынок? Скажите, пожалуйста, кто-то из вас знает, что такое растущий рынок? Кто-то работал? Нет? Не повезло. Растущий рынок 11-й год, 10-11 год. И тогда стояла задача взять договор по любой цене. То есть у агента очень простые были задачи. Прийти к собственнику в квартиру, взять договор по любой цене, рынок съедал все объекты, никто не парился по ведению переговоров по цене и по каким-то еще нюансам поиска покупателей, выстраивания отношений, каких-то еще вещей. И мои первые тренинги были только направлены на одно – научить работать риелторов с возражениями клиента на встречу. Я помню хорошо, что первый мой тренинг был двухдневный на «Правильно я вас понимаю, вы не хотите со мной встречаться?» Это было на самом-то деле. Точки опор у нас были очень простые. Это ориентация на срок, который был необходим, и ведение переговоров по обоснованному торгу. Вот тогда вот те знания были более-менее востребованы и на самом-то деле давали результат. Следом за этим пришел падающий рынок. Но, наверное, падающие-то все уже застали. Это когда начали цены резко рухнули. Они у нас с вами, помните все наши кризисные вещи. Что произошло тогда со знаниями риелторов? С чем столкнулась я? Во-первых, началась погоня за низкой ценой. И на первый план вышло понимание аудита рынка, чего не было при растущем рынке. Никто по этому поводу вообще даже для себя никаких целей не ставил. Во-вторых, началось вот это вот уже маркетинговое сравнение и начался запрос у застройщиков по входящему звонку. Начались потери клиентские большие. И появилась потребность в обучении. Почему я даю все эти знания? Потому что это точка опоры, которая должна быть для принятия решений как минимум. Стагнация. Это последние полтора года. Что происходило у нас, когда было последние полтора года? Захламленность рынка объектами. А объектов было столько, у собственников было иллюзий столько, что рано или поздно цена вырастет. И на первый план выходило у нас очень простое соотношение цена-качество. Мы стали, большинство агентов начали понимать, что не все объекты надо брать, слава богу, уже тогда. И я с этим столкнулась, что большая была потребность, тогда было придумано несколько технологий продажи недвижимости, тогда было придумано несколько инструментов для того, чтобы агенты выходили в поля и сразу получали результат, потому что мой коучинг – это коучинг результата. У меня действительно звонок – результат, встреча – результат, показ – результат. Это основное. Сегодня буду рассказывать, как это получается. И задачи агента были очень простые. Что сейчас происходит, господа? Я это чувствую кожей. 17-й год, рынок меняется. Сейчас рынок с отложным спросом. То есть количество людей, которые планировали купить недвижимость сейчас огромное, они ждали, очень сильно ждали. И у них сейчас созревает внутри потребность, чтобы рынок начать изучать. Количество объектов, которые на данный момент времени выставлены на рынок, тоже огромное. Что такое рынок с отложным спросом? Это очень сильно похоже на такой рынок, когда вы приходите на базарчик, когда вы приходите покупать овощи, и кругом огромное количество вкусного. Вы выбираете что? Вы выбираете качество. И это качество не качество продуктов. Это качество другого иного характера. Это качество, а кто мне понравится и кто мне лучше продаст. Вот сейчас пришел рынок покупателя. Если мы с вами посмотрим, что у нас с вами было до этого момента, хотел отмотать, но не буду, то было очень понятно, что в основном был рынок продавца. То есть мы в основном строили свои отношения от продавца. Сейчас пришел рынок покупателя. И это конкретная разница, с которой очень сложно смириться внутри агенту, потому что нет понимания, как работать от покупателя в принципе. Вот это то основное, что сейчас дает результат. Если вы знаете алгоритмы работы от покупателя, хотя вы работаете от продавца, но вы совмещаете две эти специфики, у вас появляется результат, как минимум. И задача основная все-таки, это качество услуги. Я провожу все время аналогию с платной медициной. Вспомните 90-й год, к нам пришла платная медицина. Я помню тогда свое недоумение, с какой такой великой радостью я буду платить деньги врачу. Буквально за 2-3 года съела медицина рынок. То есть мы стали ходить к врачам и платить им деньги. Что такого важного они нам дали? Ничего, кроме качества своих услуг. Появились красивые кабинеты, появились красивые одеты, те же самые врачи, которые были в поликлиниках. Никто не поменял свою профессию, никто не поменял свой подход даже. Появилось качество другое в обслуживании, и мы пошли за качеством. Вот, господа, вот этот рынок, который сейчас идет, он будет четко вычищать некачественные услуги. Четко будет вычищать. Что бы нам ни говорили, как бы нам ни рассказывали, ощущение качества должно остаться для того, чтобы у агента была возможность зарабатывать. Три кардинальных отличия коучинг от системы обучения. Как показывает практика, принято больше у нас с вами наставничество либо тренерство. В чем конкретное отличие? Наставник делится собственным опытом, который он наработал, и собственными ошибками, которые он наработал. И он крайне необходим в агентстве недвижимости. Почему? Потому что это тот костыль, который помогает на первых порах начинающему агенту чувствовать себя уверенно. Это да. Но в связи с тем, что он передает и свои ошибки, это является небольшим ограничением. Тренерство – это формирование определенного навыка. Бизнес-тренинги, которые я провожу, они всегда… Вот у меня 15 февраля в адрес недвижимости в Петербурге заказали тренинг обоснования комиссии, определенный навык умения продавать комиссию. Вот от этого никуда не деться. И это действительно те навыки. Сегодня будем говорить, как эти тренинги формируются, почему они вкрапляются на самом-то деле в становление наше агентское. А вот уже коучинг – это работа с ресурсами, теми, которые мы есть. А как показывает практика, у нас этих всех ресурсов выше, чем достаточно. Потому что вы прекрасно знаете, что зарабатывают большие деньги небольших умов люди. То есть не надо быть огромных, там, семи пядей во лбу, чтобы зарабатывать огромные деньги. Зарабатывают те люди, которые умеют распоряжаться грамотно своими ресурсами. И вот коучинг – это на самом-то деле система распоряжения ресурсами, которые вы выстраиваете у агентов в первую очередь. И вот сегодня мы с вами посмотрим инструменты, которые помогают эту систему выстраивать. И те пробелы в знаниях, которые существуют, неважно, могу сказать последнее, это у меня был в петербургской недвижимости, тренинг 25 лет, агент на рынке. Можете себе представить, да? Ну, вообще с нуля. И тот сказал, круто, почему я этого не знал? То есть есть те пробелы, которые нам не хватает вычленить. Я никогда не работала агентом по недвижимости. Я не сделала ни одной сделки. Но я бесконечное количество раз выходила в поля со своими стажерами. Я стояла за их спиной и видела, как они ведут переговоры. Последний раз, когда у меня был консалтинг в Москве, мне заказали 4-месячный консалтинг по работе с одним из агентств недвижимости. Я 2 месяца сама отработала в полях, как агент, чтобы понять, насколько, как мне говорили, Москва очень сильно отличается от всей России. И те технологии, которые ты даешь, там не работают. Оказалось, что в Москве эти технологии работают гораздо лучше, чем во всей России. Потому что в Москве люди не избавлены профессионализмом. Вообще. Его там нет. Я столкнулась с тем, что в Москве тотальное отсутствие профессионалов. Вот вы можете обижаться, можете нет. Но это было так. И поэтому, когда на там фоне появляются профессионалы, а главное отличие коучинга – это постепенное становление стандартов работы. И вот эта разница, которая появляется во взаимодействии, когда приходит человек без стандартов, и когда приходит человек со стандартами, в глазах сразу же появляется ощущение качества работы. Вот сейчас об этом будем говорить. И различие в этих подходах очень существенное. Абсолютно. Вот результат от коучинга. Я сейчас поместила специально отзыв одной из девочек. Результат от коучинга появляется именно в ощущении распоряжения ресурсами. Вот здесь девочка у меня была, это Екатеринбург, Новосел. Два месяца был коучинг. Основное ощущение от того, что происходит, это освобождение ресурсов, времени, энергии, сил. И тогда появляется желание действовать. Вот если мы с вами будем говорить именно о коучинговой технологии, я обучалась коучингу два года. Это был достаточно дорогой курс. Это действительно дорогие знания. Казалось бы, они очень простые, но они на самом деле дающие результат. Потому что они позволяют системно подходить к тому, что происходит в принципе. Я по-другому уже мыслить не умею. Вот коучинги, технологии, они в голове меня трансформируют немножечко. Мысленнее они по-другому начинают выстраивать внутреннюю позицию. Три задачи основные, которые коучинг за собой несет. Это правильное распоряжение ресурсами. Это понимание зоны ответственности за то, что происходит. Из-за этого проявляется инициативность и ответственность. Я не буду сейчас в эти вещи уходить, что это такое. Но это действительно совершенно иной взгляд на то, что я делаю. И, конечно, разработка системы ориентиров для принятия решений. Вот этого нет в принципе. Начиная разговаривать, неважно сколько лет работает человек на рынке, ориентиры для принятия решений. Ты почему решил, что ты с этим клиентом будешь действительно работать? Ну как почему? Он же объявление поместил. Все. Ориентиров, то есть внутренних нет понимания. А по каким ты параметрам этого клиента для себя классифицировал? Как ты монетизируешь свои встречи? Есть такое хорошее качественное слово. Монетизация всего того, что вы делаете. Вот коучинг позволяет монетизировать все то, что вы умеете делать. Мои учителя, на которые я сегодня буду ссылаться, это не просто люди, книжки, которых я прочитала, это люди, тренинги, которых я посетила. И все эти тренинги были за границей, потому что в России они практически, у нас, кроме Джо Виталия, в России никто не был. Это одни из самых ведущих бизнес-тренеров мира, и они на самом деле считаются крутыми коучерами, крутыми бизнес-тренерами. И они реально в моей жизни оставили очень крутой вслед. И все эти знания, которые я получила у них, я постаралась оставить здесь тоже. Я поделюсь сегодня с вами этим. Вот сейчас просто такая вводная часть, чтобы было уже понятно, что это действительно работающие инструменты. И почему они работающие, я еще раз объясняю. Трансформация должна быть внутреннего ощущения от того, что вы делаете. Другая абсолютно позиция в этом плане. Итак, господа, первое, и, наверное, один из самых простых механизмов, которые вы сами сможете освоить, коучинговых, которые будут вам глубоко знакомы, вы скажете, да мы это знаем, ну как это работает, я сейчас покажу на практике. Инструменты коучинга, с которыми я хочу вас познакомить, это четыре основных инструмента, которые должны жить внутри, и которыми вы должны жить. То есть если вы хотите действительно эту технологию использовать. Что это такое? Это четыре технологии четкие. Я сейчас расскажу, как это в риелторской практике начинает работать, когда вы этим пользуетесь. Первая, очень простая и очень понятная технология смарт-недвижимость, смарт-постановка целей. Кто знает эту технологию? Поднимите руку, чтобы мы с вами на одном языке говорим. Знаете? Отлично. Вот сейчас будет такой маленький эксперимент по знанию. Чтобы я вернулась потом к этой технологии, я прошу кого-то из зала, может быть, кто захочет, напишите, пожалуйста, свое желание золотой рыбки. Одно. Я волшебница, могу его исполнить. Я покажу, как это работает на практике. Только что я вам даю практику обучения своих агентов на знания смарт-технологии. Желание быть хорошим тренером по смарт-системе. Господа, смотрите у нас. Конкретное, измеримое, достижимое, значимое, соответственно, с конкретным сроком. Конкретное. Быть хорошим тренером в Африке, в племени Мумба-Юмба по сексу со старыми мужчинами. Измеримое. И причем принимать по 100 человек в день. Достижимое. Понимаете, да, о чем пошло речь? То есть, каждое ваше желание, вот, начинаете прогонять по этому, и появляется понимание того, что, оказывается, желание вообще, в принципе, никогда не сбудется. Вот так работает смарт-система. Элементарно. Поиграйте в игру. Элементарная игра. Как это работает на практике? Когда мы с вами начинаем взаимодействовать в деловой сфере, на первый план выходит большое количество логики. Мы стараемся логично мыслить. А помогает нам реально подсознание, помогает нам интуиция. Кто у нас больше всего зарабатывает? Кто интуитивно действует? Так вот, господа, если вы интуитивно смарт-системой мыслите, как вы с клиентом разговор выстраиваете? Вы не можете без сроков обойтись, без конкретики, без вот этих вот вещей. Когда вы начинаете все свои цели прописывать через смарт-систему, а это коучинговая технология, у вас внутри на подкорке откладывается значимость каждого из параметров. И разговаривая с клиентами, ведя с ними переговоры, вы ведете переговоры с позиции качества того, что вы делаете, потому что вы по-другому разговаривать уже не можете. Вот так это работает на практике. Практически никто не мыслит категориями измеримыми. Когда? Самое сложное – назначить дату следующего контакта с клиентом. Ну самое сложное, что действительно, а это крайне необходимая точка для принятия решения абсолютно, для сотрудничества. Потому что нет ощущения, понимания и зоны ответственности за постановку конкретной цели от того, что вы взаимодействуете с клиентами. Поэтому, чем чаще вы играете в эту игру, тем больше ваше подсознание понимает значимых вот этих вот параметров и начинает на них ориентироваться. Будет у нас с вами отдельная строка обучения взрослых. И вы поймете, почему я вам этот пример привела. Потому что дети обучаются. У нас точно так же, как обучаются взрослые. Вернее, наоборот, взрослые обучаются точно так же, как обучаются дети. А нас до сих пор как в школе пытаются научить. Какой была парадигма в школе? Вышел и забыл. Что происходит у нас, когда у нас начинают теории пихать? Вышли и забыли. А когда эмоция какая-нибудь родилась от того, что вы открыли, что появляется? Я так думаю, что девушка, которая хочет стать самым лучшим тренером, никогда в жизни не забудьте этот опыт, куда я ее послала и с чем ее послала. Вот это основное. Ну, это мы дальше будем сейчас с вами говорить. Следующая система. Grow. Grow – это рост по-английски. Абсолютно. Система. Вот это тоже коучинговая технология. Почему? Потому что любые… Мне начинают жалобы с чего? Маленькая зарплата, маленькие комиссионные, малое количество клиентов. Еще что-то, еще что-то, еще что-то. Очень мало. И когда мы начинаем говорить, а в принципе, ты с чего начинал-то от того, что ты начинаешь делать? Цели у тебя какие были? Сегодня великолепно было выступление про начинать с конечной цели. Вот он ваш grow. Твоя конечная цель того, что ты делаешь, она в чем состояла? Денег заработать? Или ты хочешь быть лучшим риелтором на районе? И если вы начинаете расставлять цели, а давай теперь мы с тобой пропишем, что такое денег заработать, что такое лучший риелтор на районе? Просто списком составь, давай разделим твою конечную цель. И происходит резкое осознавание, что надо на самом деле делать. Элементарная вещь, когда вы просто разбиваете это на понимание движения, куда. С конечной целью начинаем всегда. Ради чего это мое выступление, господа? Конечно, для того, чтобы с вами познакомиться в первую очередь. Во вторую очередь, для того, чтобы все-таки поделиться теми стандартами работы, после которых нас, агентов, перестанут обзывать плохими словами.